Сегодня наш IT-эксперт Максим Багаев вообще 100% IT, потому что он с нами не вживую, а на прямой связи, представляешь? В телевизоре его будем видеть. Добрался до гаджетов. Здравствуйте, Максим, доброе утро. Доброе утро. Есть такая проблема. Вот, Руслан, опиши ситуацию. Проблема такая, не знаю, теряю вещи. Вот иногда забываю, куда положил ключи, забываю, где кошелек. Деменция. Спасибо, поставил мне диагноз. Мне кажется, что Руслан вроде по возрасту-то явно еще не должен признаков деменции у него наблюдаться. Но проблема общая. По-настоящему мы действительно забываем вещи, у нас действительно появляется такой риск, что мы где-то что-то забыли, где-то что-то потеряли, нам нужно быстро найти вещь. И плюс к тому, конечно, хочется местоположение определенных вещей просто отслеживать. То есть это может быть кошелек, багаж, это может быть собака, это может быть велосипед и так далее. То есть все, что угодно, что мы не хотим потерять, то есть есть возможность разместить различные технологические гаджеты, которые позволяют эту вещь отслеживать на расстоянии. То есть я сразу хочу сказать, что появление различных GPS-маяков, то есть примерно лет 10-12 лет назад, то есть уже люди начали ставить такие вещи, которые позволяли отслеживать местоположение машины. То есть машина едет, можно посмотреть просто в программе, где она находится, посчитать ее пробег и так далее. Так вот, в чем проблема? Это отдельное устройство, то есть его необходимо заряжать, то есть и, ну, собственно говоря, оно достойно, на ключи его не повешиваешь. То есть это в любом случае, как бы, то есть это совсем так. Так вот, то есть у нас появляется новый такой тип гаджетов, которые представляют из себя вот такие компактные метки. Эти метки не имеют встроенного GPS-сенсора, то есть они не, у них нет возможности, то есть там сориентироваться по спутнику, это не смартфон, то есть, но за счет использования соединения по технологии Bluetooth, то есть на расстоянии до 100 метров, то есть мы можем легко эту вещь найти. То есть и там появляется масса различных программных вещей, которые, как бы, которые может показать. Во-первых, я покажу, как эта метка добавляется, то есть ничего хитрого нет, то есть мы подносим ее, собственно говоря, к телефону. А, и не получилось? Подожди ее просто. Ты что? Максим, а что, всего 100 метров, я правильно услышал? То есть это будет работать... В пределах квартиры. Нет, смотри, то есть это как раз интересно. То есть он предлагает мне выбрать, то есть там багаж, бумажник, кошелек, зонт, ключи, куртка, ну то есть все, что угодно, то есть что я, как бы, хочу назвать, как бы, эту вещь. Эти, эти... Например. Отслеживать. В прятки играть очень прикольно будет. Например, я хочу, как бы, я, например, я хочу не потерять свою сумку. То есть я говорю, сумка. То есть он говорит, окей, Максим, как бы, то есть вы привязываете ее к своей метке. Я говорю, да, конечно, я согласен с этим. То есть он ее настраивает, то есть и у меня появляется, то есть приложение, которое я могу отслеживать с телефона, которое я могу отслеживать с компьютера, с ноутбука, ну, через любой браузер. То есть я могу сразу же посмотреть, где эта вещь, как бы, где эта вещь находится. То есть смотри. На берегу реки вот мы заметили, что идет. Рядом с водоемом. А сосны там какие? Слушай, нормально, все, короче, как бы, то есть показ, да, действительно, короче, как бы, река называется, река называется Енисей, как бы, то есть большое спасибо компании ТВК, что сегодня сказали, Максим, не надо ехать, как бы, к нам в город, если ты поехал с семьей, давай мы тебя снимем, расскажешь про метки. Итак, смотрите, у нас появляется возможность посмотреть с любого устройства, отследить ее местоположение. То есть это первое, как бы, то есть контроль. Второй момент. Если я сумку, например, не могу найти, не могу найти кошелек, не могу найти ту вещь, которой я ее, например, то есть, ну, положил, да, то у меня есть возможность включить режим поиска, и она просто отреагирует звуком. То есть если я выхожу на расстояние больше 100 метров, как бы, то есть она способна информировать меня о том, что вещь я какую-то забыл. То есть это первый, как бы, момент. Да, у меня есть возможность в локаторе посмотреть стрелкой, как к ней подойти. То есть с точностью, как бы, с точностью, ну, примерно плюс-минус 10 сантиметров, то есть позволяет, ну, то есть позволяет найти там ключи, которые там закатились, например, за диван. То есть плюс к тому, а если я вообще вещь просто оставил где-то, уехал, например, это был багаж, когда полетели, как бы, сейчас все едут в отпуск, поехали, багаж сдал, багаж найти не можешь. Обратите внимание, что здесь работает классная идея, то есть здесь работает сетевое сообщество. То есть все обладатели телефонов, которые поддерживают данную функцию, проходя мимо, проходя мимо, в зашифрованном виде передают, как бы, владельцу информации, где он эту вещь нашел. То есть, а если, как бы, если, собственно говоря, включен режим поиска, то он сообщит человеку о том, что рядом находится потерянная вещь, то есть к которой прицеплена эта метка. Можете ее забрать себе, эту вещь, да? Нет, 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 Максим, я правильно понимаю, что человек этот, он не знает о том, что он даже помогает, то есть его телефон просто в автономном режиме это делает? Двух, во-первых, во-первых, Руслан, ты абсолютно прав, то есть и если, как бы, у нас не включен режим поиска, то мы просто не пользуясь GPS, которого в этой метке нет, мы просто получаем точную информацию в режиме реального времени, где эта вещь была, есть и так далее. А вот если мы ее ищем, то есть мы, как бы, заявили о том, то человек, который, как бы, который проходит мимо с телефоном, получает информацию, рядом находится вещь, которую, как бы, которую ищут. То есть он подходит, например, к нашей сумке, и у нас есть возможность указать там сообщение, то есть, например, то есть позвоните, пожалуйста, эту вещь потерял Максим. То есть он звонит, говорит, я нашел вашу сумку, то есть я смотрю, тут лежит 2 миллиона долларов, то есть, может быть, вы со мной там поделитесь, я говорю, да, спасибо, то есть я вам куплю. Нет, с вас миллион девятьсот девяносто девять. Максим, эти метки нужно как-то заряжать, как они заряжаются? Там меняется обычная батарейка, то есть, которая, которая, например, находится там в материнских платах, в культах, то есть такая круглая CR2032, то есть хватает ее на год. Очень круто, то есть очень-очень круто, по-настоящему, то есть это очень энергоэффективно, очень полезно, то есть и с моей точки зрения, людей, у кого есть поддержка в телефоне такой технологии, то есть для них это идеальный подарок. Давайте еще раз покажем, как выглядит метка и скажем о стоимости таких штук. То есть метка стоит чуть меньше трех тысяч рублей, то есть за одну, то есть, ну, учитывая стоимость потери, там, кошелька, там, или, как бы, или сумки, или багажа, то есть, я честно скажу, то есть приемлемо, то есть вообще, как бы, учитывая технологичность и ее крутость программная, то есть я считаю, что три тысячи рублей она точно стоит. Если их покупать комплектом по, как бы, по четыре штуки, они стоят десять тысяч рублей, то есть вот, собственно говоря, как бы, так вот, такое вещь. Дальше, самое интересное, что вокруг этого всего компания-производитель, то есть она отдает, говорит, ребята, придумайте что-нибудь с аксессуаром, то есть и там есть различные чехольчики такие. Чехлы стоят дороже, чем стами метки, то есть есть чехлы, которые стоят двадцать семь, тридцать тысяч рублей, сорок тысяч рублей, то есть я вообще смеялся. Ой, страшно, это модель. Вот, то есть с моей точки зрения, то есть сама метка потрясающая, мега полезная и мега интересная. Аксессуары за сумасшедшие деньги, ну, сразу нет, то есть это просто не нужно, то есть, слава тебе, Господи, сейчас, как бы, есть масса производителей, которые сделали, как бы, альтернативных масс, аксессуаров, которые либо, как бы, либо вешаются на ключи, либо вешаются, например, на животное, то есть и которые стоят, там, тысячу, полторы тысячи, ну, уже как-то более-менее нормально, то есть, ну, при том, что это кожаные вещи. Ну, что-то слишком все хорошо, слишком все хорошо, должен быть какой-нибудь один минус. Максим, работает на андроиде? Слушай, первый, как бы, первый, первый минус, все, что не благословенное, не благословлено компанией Apple, как бы, то есть, не поддерживается, то есть, и причем это, это технолог, это точно так же работает, например, и с метками, корейского производителя, то есть, есть у Самсунга, как бы, аналогичные метки, есть метки то ли по, то есть, есть еще, как бы, тайник, то есть, Apple вышла примерно на рынок четвертый. Так вот, Самсунг тоже говорит, ну, это поддерживается только в одном телефоне, как бы, то есть, вот, только в Galaxy, как бы, то есть, во всех остальных более дешевых линейках, то есть, это не поддерживается. То есть, здесь, как бы, тоже есть некая дискриминация, то есть, здесь работает сообщество яблочников, то есть, здесь только либо, как бы, либо владелец телефона, телефона Apple, либо, как бы, работает через проходящих мимо людей с телефонами Apple. То есть, ну, мы живем в большом городе, то есть, это примерно 13-15% людей, то есть, отлично все работает, прекрасно. Мы в машину клали, то есть, смотрели, как бы, вообще, будет работать, нет, нормально, как GPS-маяк, прекрасно справляется, то есть, видно, на каждом перекрестке, то есть, где-то постоянно оказывается человек, у которого iPhone. Мы клали, как раз, человек, у которого iPhone не было. То есть, если, например, вы кладете в рюкзак своему сыну, у которого нет телефона iPhone, прекрасно все работает, рядом есть более успешные одноклассники и так далее. Более успешные одноклассники. Спасибо, Максим, здорово, спасибо. Успехов вам, одноклассники. Да, вот такой лайфхак есть по поиску различных вещей. Если вас заинтересовало, то почему бы и не попробовать, тем более, ну, на всех платформах, как я понял, есть свои метки. Свои, да. Поэтому, пожалуйста, давайте будем не терять вещи, потому что потерять что-то иногда бывает дороже, чем купить такую метку. Не теряйте Максима Багаева и ТВК.